Всем огромный привет! Начинаем новый влог, встречаем вас с такими приятными солнечными лучами, летними денечками, уже такими завершающими летними денечками, но надеюсь, все-таки начало осени нас порадует еще теплыми деньками. И начиная влог я со своего аромата дня, это Violet Shot от бренда Alphactive Studio. Наверное, на тот момент, когда я публикую это видео, я еще не опубликовала видео с распаковкой своего заказа с рандеву, и поэтому немного на опережение работаем. Я вам рассказывала, что мне очень понравился ирис, это прямо любовная любовь, и также очень мне рекомендовали познакомиться и с фиалкой. Я долго думала, потому что фиалка все-таки такой спорный цветок, в том плане, что он немного все-таки придает ретровости звучанию, но все-таки я решилась, и здесь невероятно красивая фиалка с такими мягкими кожанными замшевыми аспектами. Наверное, это либо такая рыжая кожа, либо совсем бежевая, то есть такой мягкий кожаный аромат, поэтому, если хотели обратить внимание, мне кажется, идеальное для него время это осень. У меня сейчас начало осени, с кожаной курткой, с каким-то плащом будет просто невероятно звучать, поэтому обратите внимание. Вообще, в принципе, Альфактив Студио для меня стало прям таким открытием в этом году. Вот, я аромат заказала на рандеву, там есть он в объеме 15 мл миниатюркой, в объеме 100 мл, поэтому обратите внимание, и с моим промокодом цена будет приятнее, потому что аромат не бюджетный, и с 10% промокодом действительно цена будет более вкусная, можно сказать так. Промокод мой суммируется абсолютно со всеми акциями, скидками и выгодными предложениями на сайте. И, конечно же, не забывайте про мой аромабокс. Кстати, были у меня вопросы по моему аромабоксу, по поводу наполнения, что немного сейчас оно отличается от того, что было изначально. Да, я, в принципе, отвечала в телеграм-канале, что из-за наличия некоторые позиции пришлось заменить, вот. Но там классные ароматы, и, кстати, тоже читаю на сайте отзывы, очень приятно, очень-очень много приятных положительных отзывов. И вот уже наступает осень, и мой аромабокс будет как никогда, кстати, потому что гурманская такая подборка, супер. Такие прям солнечные лучи, солнечные зайчики в кадре. В общем, всем приятного просмотра, начинаем с вами новый блок. Итак, мои хорошие, минутка полезности, можно сказать так. Я вам показывала в предыдущих видео, в принципе, витамины и комплекс витамин, которые я использую. Ну и периодически также вопросы поступают, я вам показываю. Также хочу вам показать свой новый еще витамин. Ну, это, получается, как такая биодобавка, которую мне порекомендовал мой врач. Я проконсультировалась, прежде чем заказывать, приобретать. Это инозитол. Это, кстати, витамин, на который я раньше никогда не обращала внимания, но я была просто удивлена тому, какой огромный у него спектр действия, и как действительно он благоприятно влияет на наш организм. Основные такие функции инозитола, это у нас первое, это гормональный баланс. Для девочек это очень актуально. Это баланс, в принципе, гормонов и также хороший, здоровый цикл. Он у нас поддерживает и продуктивные функции организма, также благоприятно влияет на женский организм. Это стимулирует рост волос, предотвращает выпадение волос, также снижает холестерин, стимулирует мозговую деятельность, повышает остроту зрения и эффективен при бессоннице и нарушении сна. Кстати, вот последнее я заметила, также я периодически пропиваю магний, и в последнее время я заметила, да, что я начала страдать бессонницами. Возможно, это из-за активной деятельности, то есть постоянно ты на эмоциях, ты в работе, постоянно мысли, мысли, мысли в голове, и я заметила, что в последнее время мне очень сложно засыпать. У меня постоянно какие-то мысли, думки, я не могу уснуть, и я вплоть до того, что час-два могу просто лежать, и мне сложно уснуть. Соответственно, потом у нас идет весь наш режим просто по боку, потому что утром тяжело проснуться, так как ты поздно засыпаешь, и, соответственно, продуктивность падает. Вот сейчас начала принимать инозитол, и, кстати, заметила, что, да, чуть-чуть получше мне стало, я уже как-то быстрее засыпаю, утром я встаю более такая бодрая, поэтому буду дальше пить его. Также почитала отзывы, классные отзывы, как сказала, плюс я еще с своим врачом консультируюсь, поэтому если вам актуален такой продукт, то можете обратить внимание. Но опять же, как я всегда говорю, что прежде чем принимать какое-либо, что препарат, что какие-то биодобавки, то, конечно же, лучше консультироваться с своим врачом. Я узнала у своего, врач одобрил, тут, кстати, по составу, сейчас я вам покажу. Так, вот он у нас состав, здесь у нас витамин В9, инозитол, марганец, магний, ну вот как раз-таки магний, да, он здесь влияет хорошо именно на сон, ну и, в принципе, да, В9, он сфолиевая кислота, это как раз благоприятное воздействие на наши репродуктивные функции, на менструальный цикл и на все остальное, поэтому, да, обратите внимание, я заказала на Wildberries, также можете смотреть на Озон, где вам будет удобнее, я ставлю там, где приобретала я, приятная цена, и это Zolt & Tabs, это наши российские витамины, наш российский бренд, хороший, качественный, поэтому, да, обратите внимание, если вдруг еще не знакомы. И у них огромный вообще комплекс витаминов разных, и моновитамин, и также комплексами, поэтому обратите внимание, да, действительно, бренд хороший, не первый год уже пользуюсь, вот. Поэтому были запросы, да, и поэтому периодически стараюсь и про уход вставлять какие-то такие свои находки, также рассказывать про то, как я поддерживаю здоровье, как я поддерживаю свой организм в тонусе, вот, поэтому такие дела. А мы с вами продолжаем влог. Еще один из самых частых задаваемых вопросов, помимо теней для глаз, что у меня за тени на глазах, какая помада на губах, и, наверное, самый-самый частый вопрос, это какая у меня тональная основа, я уже много-много раз рассказывала, это у меня BB крем Миша. Почему показывала упаковки? Потому что заказала себе, показывала влитуаль, и также взяла себе еще вот такой вот праймер от Миша, такой сияющийся, открою вам покажу, как выглядит внутри. Я всегда вот беру BB крем Миша в 23-м оттенке, это прямо любовная любовь уже на протяжении многих лет. Даже когда я еще была подростка, мы учились в старший класс, где-то 10-11 класс, у меня, у моей подруги были проблемы с кожей, были высыпания сильные, и она пользовалась тогда этим кремом. Для меня он тогда был плотноват, но хотя, честно говоря, мне кажется, раньше он был другой консистенции, он прям был супер перекрывающий, супер плотный, мне кажется, сейчас он полегче как будто стал. Кто давно пользуется им имена, там на протяжении лет 10-15, напишите, как вы думаете, изменился он или нет, но вот я на протяжении, наверное, 4-х лет, как минимум, точно пользуюсь сейчас им, и это мой самый-самый любимый крем. Он классно как-то выравнивает легко так тон, то есть не скажет, что он прям супер маскирующий, нет, классно выравнивает тон, имеет эффект такого свечения, такой влажный эффект, как мне нравится, ну, в общем, супер. Тонов тоже, в принципе, достаточно много можно подобрать себе подходящий, мне 23-й подходит, сейчас вам покажу еще без упаковки, как они выглядят, и один, и другой покупала в ритуальных скидках. Вышла довольно-таки выгодно, с промокодами, там, с кэшбэками, поэтому обратите внимание. Также, кстати, я на Азон заказывала, тоже у проверенного продавца, и тоже все было хорошо, поэтому смотрите по цене, где выгоднее и заказывайте, но обязательно смотрите отзывы, конечно. Так, вот таким вот образом он выглядит, есть 20 мл миниатюрки, есть вот 50, я всегда беру 50, потому что удобный такой здесь дозатор, мне нравится. Также, кстати, что касается праймера, кстати, немного шума, здесь окно открыто, пока у нас еще тепло, наслаждаемся последними теплыми денечками, хотя, в принципе, у нас в Самаре и сентябрь, обещаю теплым, надеемся, так и будет. Взяла вот такой вот еще праймер, конечно, камера, наверное, не очень уже показывает, довольно темно у нас, он, в общем, с таким эффектом сияния, подсвечивать кожу должен, такой же мчужный его оттенок, он прям сливается с моими шторами, вот, но попробую, в общем, потом поделюсь отзывами. Итак, мои хорошие, продолжаем влог, хотела вам показать несколько своих новинок, что называется «С пылу с жару», только получила посылки, и это у меня здесь два аромата из магазина «Арома Бутик», и один аромат из магазина «Литуаль», сейчас подробно все постепенно расскажу. Что касается первой такой посылочки, которую я распаковала, это у меня аромат с сайта «Арома Бутик», и это аромат от бренда «Плюм Инпрэшн», я, кстати, долго обходила этот бренд, много слышала положительных отзывов, все как-то не решалось что-то приобрести, и тут прям просто решила, что все, пора. Во-первых, многие хвалили «Мурмур», Карина, в первую очередь, Кариночка, тебе огромный привет, она так классно рассказывала про этот аромат, но, в принципе, Карина любит инжир, и я очень люблю инжир, поэтому, когда она рассказывает про что-то такое интересное инжирное, также она для меня «Карвен» открыла, это прям вот моя любовная любовь. Кстати, Карина, я когда говорю, это «Алиса Блэк», потому что мы спрашивали, какая Карина, канал, ее называется «Алиса Блэк». Вот, и что касается «Мурмур», это аромат, который я долго обходила стороной, знаете почему? Потому что меня очень пугали отзывы, которые говорили о том, что это нестойкий аромат, абсолютно такой воздушный, летучий, но я вот что могу сказать, я в течение дня вот ношу аромат, и он держится на мне довольно хорошо. Но знаете, что могу сказать? Мне он немного напомнил инжир от бренда «Монотэм». Кто помнит, такой бюджетный бренд итальянский, вот инжир чем-то прям похож. У меня тоже он есть, но, конечно, здесь более многогранное красивое звучание, есть и сандал очень красивый, и есть такая солоноватость, и молочность, и вот сам вот инжир, прям плод инжира, лист инжира, красивый-красивый, и я бы не сказала, что он прям нестойкий. Я, кстати, взяла в формате подарочный, там, получается, когда заказывала на «Рома Бутик», цена была даже выгоднее на подарочный набор, и он именно в такой вот шкатулке деревянной, и здесь это как рамочка идет, можно поставить, потому что обычная упаковка выглядит не наше, честно, дальше покажу. И также я вам показывала, что на «Рома Бутик» по классной цене был «Шамаль», и также он до сих пор там классный, приятный стол. И также, кстати, не забывайте про мой промокод на сайте «Рома Бутик». Первый заказ, это первое, если ваш заказ с моим промокодом, это будет скидка 7%, и далее скидка будет 5%. Но можно свою учетную запись привязать к своей страничке ВКонтакте, именно на сайте «Рома Бутик», там на сайте будет очень понятно, как это все сделать, то у вас будет скидка дополнительная, еще 2%, и, соответственно, с моим промокодом скидка будет у вас 7% на заказ. Поэтому обязательно применяйте промокод. И, конечно, хочу сказать огромное спасибо тем, кто уже применяет мой промокод. Для меня это очень приятный бонус и такое вознаграждение за мой труд, можно сказать так. Что касается «Шамаль», как я и сказала, цена просто сказочная, 7500, по-моему, я его заказала, плюс еще промокод. Мне кажется, это супер. Здесь, это у нас версия именно идет парфюм-концентрация. Но мне кажется, что из парфюма, в принципе, я не знаю, может быть, я и, в принципе, парфюм пробовала, мне от «Леван Трита» мне присылала, или это была парфюмерная вода, я не знаю, но звучание одинаковое. Это красивый ладан с яблоком, зеленое такое сочное сладкое яблоко с ладаном. Мне нравится очень термот, долго его хотела. Вот дела. Также хочу, кстати, эмалию себе приобрести, такую вот коробочку, он классный. В общем, прям довольна. Поэтому, если будете делать заказ на «Рома Бутик», применяйте мой промокод. Вот. И второй заказ, вот, как я сказала, вот в такой уже обычной стандартной коробке. Это у нас тоже «Плюмин Прэша», и это уже аромат, который также я заказывала вслепую, но этот аромат мне очень рекомендовала Олечка Финки. Олечка, тебе тоже огромный привет. Я просто была на таком распуте, писала все в телеграм-канале, что не знаю, какой бы аромат еще приобрести, потратить баллы, конечно же, в «Ле Туарь». И Оля мне очень похвалила этот аромат. Называется он вот таким вот образом. «Риволити Империал», кажется, так. Или не «Риволити». Ну, в общем, вот. Что-то здесь непонятно буквы, что-то я не вижу через камеру. В общем, что касается этого аромата, Оля сказала, что он ей очень напоминает «Бараон Дотносомата». Я очень люблю этот аромат, у меня он есть. Но по отзывам, и так, Оля мне рассказывала, что здесь меньше алкогольности, больше такой вот сладости, сухофруктов. Здесь, видите, обычная уже упаковка идет. Я себе его заказала. Очень выгодно вышла, ну, с «Ле Туарь» именно со скидками и с моим промокодом. Так что не хочет он доставаться. В общем, не буду доставать уже туда его. Это действительно классный аромат на тему сухофруктов. Немного легкой-легкой алкогольности, приятная такая амбровость. В общем, на осень сейчас будет просто идеально. Я нанесла его на себя. Ну, такая красота действительно чем-то в духе «Бараонды». Но в нем нет вот этой вот жесткости кожаной, как есть в «Бараонде». Нету такой явной-явной алкогольности. В общем, обратите внимание, если есть что-то такое теплое, красивое на осень, но не брутальное. Я бы даже сказала, что это, наверное, «Бараонда» больше в более женское звучание, в более женское прочтение. Хотя мужу моему этот аромат тоже очень понравился. Вот. Поэтому обратите внимание. Класс. Но сейчас пока такие первые впечатления буду разнашивать. И дальше еще поделюсь уже такими своими сложившимися отзывами. Вот. А мы с вами продолжаем влог. Вы, наверное, слышите, по-моему, голосу, что, да, я немного приболела. В общем, перед школой прямо мы заболели немного. Поэтому сейчас стараемся очень-очень быстро выздороветь, так как скоро уже идти в школу. У нас сегодня 30 августа уже. Но влог я тогда публикую, скорее всего, 2 сентября уже. Поэтому вы уже сейчас находитесь сентября, а я еще пока в августе. Итак, мои хорошие, немного информации обо мне. Больше информации. Помимо того, что я очень люблю ароматы, я вам рассказывала, что я безумно люблю сумки, безумно люблю обувь. У меня огромное количество кроссовок, сапог и всего остального. И также в последнее время я очень полюбила головные уборы, шапки. То есть, в принципе, мне нравится подбирать разные шапки под разные куртки, понятно, под разный образ. И тут я просто оторвалась. Как я вам говорила, вот пришла сейчас сезон, забрала свой заказ. Это у меня шапочки бренда TMG. Это российский наш бренд. И здесь у меня огромное разнообразие разных цветов и фасонов. Понятно, что я не одна буду носить эти шапки. И также у меня есть дочь, которая тоже очень любит под разные курточки, жилетки. У нее много тоже верхней одежды, как у меня, надевать разные шапки. И вот здесь вот я просто, что называется, оторвалась. Сейчас вам покажу подробно каждую модельку. А что меня заинтересовало? Во-первых, да, разнообразие. Классные модели, такие универсальные. Разная цветовая палитра. И плюс еще, как я сказала, это наш российский бренд. И очень приятная цена. Поэтому сейчас вам покажу каждую шапочку. Также продемонстрирую на себе. И также, какие шапки, как у меня тут дочь выберет шапки себе, также покажу на ней. Так, давайте я вам покажу. Во-первых, я в последнее время просто помешана на вот таких вот оттенках. Нейтральных, таких вот бежевых, нюдовых. И здесь несколько шапок. Во-первых, я могу сказать в первую очередь, что здесь шапки у меня разные. В том плане, что какие-то более тоненькие прям шапки сейчас на осень. Так как, в принципе, да, он сезон пришел. Какие-то более, такие уже поплотнее, которые я планирую я дочь носить зимой. Что касается таких тоненьких шапочек, вот такая вот бежевая, она просто идет с таким подворотом. Очень приятная на ощупь. Так, здесь вот у нас состав. Кстати, состав у всех шапок тоже неплохой. Хлопок плюс акрил. 50% хлопок, 50% акрила. Очень такой приятный оттенок. Прям супер. Такой, знаете, бывает, что заказываешь бежевые шапки, они приходят прям на неприятного оттенка. А здесь камера прям круто передает. Следующая шапка такого же формата, она идет уже вот такого дизайна, именно с подворотом. Здесь у нас по составу идет у нас также 50% хлопок, 50% акрил. Очень приятные шапочки на ощупь. Прям супер. А далее вот такая вот с подворотом шапка, с наклейкой. Здесь у нас по составу. Так, сейчас с вами посмотрим тоже. Так, состав. Так, по составу у нас тоже здесь хлопок плюс акрил, 50%. Стирать при 30 градусах. Прям классная на ощупь. Она очень приятная. А следующая у меня две модельки. Я просто не могла определиться цветом. Мне понравился вот такой вот коричневый оттенок. И также понравился черный оттенок. Ну что вы думаете? Эту шапку у меня померил муж и сказал, что он ее забирает, что он ее будет носить. В общем, вот осталось я без черной шапки. У меня, в принципе, я выбирал одну черную шапку, и то муж сказал, что будет носить ее он. Я сейчас буду носить вот эту вот, такую коричневую. Тоже такой прикольный дизайн. Дет, как такой рваный немного. В общем, тоже суперски выглядит. Такой оттенок тоже такой недешевый. Какой-то неприятный коричневый. Вот такой прям очень такой классно выглядящий. Также решила себе заказать несколько красных шапок. Вообще красный цвет всегда был не особо моим. Но мне стало интересно тоже попробовать. Во-первых, вот такая тоже с надписью, как я вам показывала, коричневую, красненькая. Такой красный прям классный цвет. С красной помадой хочу попробовать. Ну, в общем, поэкспериментировать. Вторая идет с подворотом. Она такая более бордовая уже. Также, наверное, буду либо под съемом делать, либо просто буду вставлять, наверное, фотографии, скорее всего, в шапочках. Так будет, наверное, нагляднее. И также вот такой вот цвет красный. Но насчет этого цвета я не знаю. Прям такой красный-красный. В общем, хочу на дочи еще померить, посмотреть, как ей будет. Также дочи заказала вот такую шапочку с люрексом. Так, здесь у нас по составу. Сейчас тоже с вами посмотрим. Состав, наверное, думаю, такой же. Да, 50 хлопок, 50 акрил. А белая с люрексом. Ей тоже под курточку, под жилетку. Классно. Белая и вот такая серенькая еще тоже. Серенькую, скорее всего, буду носить я. Вот. Вот фиолетовый оттенок. Это дочь моя любит такой вот оттенок. Тоже, как я вам показывала, здесь у меня была бежевая. Такая же в фиолетовом, в таком нежно-фиолетовом оттенке. А далее здесь у нас тоже тоненькие такие шапочки. Тоже розовенькую светлую дочь взяла. И также голубенькая. Вот. Такие вот тоже довольно-таки нейтральные оттенки. Светленькие. Красивые. У нее есть белые, светлые, такие серебряные куртки. В общем, вот такие вот две. Мне понравилось. Для меня я буду носить ее серая вот такая вот. Приятный такой серый оттенок. И также голубенькая. Тоже мне она понравилась. Но мне, честно говоря, кажется, что, наверное, даже эта шапка будет хорошо на маминой смотреться. Даже лучше, потому что у нее глаза голубые. В общем, посмотрим. Так как у меня сестренка, мама еще, в общем, в любом случае мы посмотрим, кому что подойдет больше. А дальше вот такая вот идет шапка. Она именно идет длинная. Такая удлиненная, серая. Она уже идет поплотнее. Уже прям на такую прохладную осень. И вполне, я думаю, можно даже зимой ее носить. Очень даже. И здесь у меня осталось... Шапки такие остались уже более теплые. Здесь у нас по составу в принципе так же, но она утепленная. Она идет такая двойная. Красивый такой цвет какао. Обязательно именно я ее буду носить в любом случае. И вот такой еще голубой оттенок. Мне понравился светлый-голубой. И две шапки здесь уже потеплее. У них по составу идет уже состав другой. Здесь у нас идет шерсть. Да, 50% шерсть и 50% акрил. Такая вот она прям тепленькая уже. Я вот эту выбирала себе бежевую. Буду носить ее под свою такую вот серенькую, такую серую. Ну, в принципе, кожаная куртка. Она идет с мехом, с таким коричневым. И, соответственно, дочь я взяла вот такую вот розовенькую. Потому что у нее, она такая, знаете, оттенок даже не розовая. Такой больше фиолетовый уходящий. Такой розово-лавандовый. Тоже, думаю, будет классно с таким вот подворотом. В общем, как вы видите, я люблю шапки так же, как и парфюм. Вообще, я много всего люблю. И шапки Митти понравились. Как сказала, приятная цена, приятное качество. Поэтому я прям осталась под впечатлением. Потому что сейчас, как раз начался сезон. Самое время утепляться. Вот. Поэтому ссылочку я вам оставлю на шапочке. Кому интересно, проходите, смотрите. Потому что действительно, ну, классные. Классные такие шапки. Хорошего качества. Очень приятные. И на вкус и цвет. Там, кстати, огромный ассортимент цветовой палитры. Каждой модели огромное количество цветов. Если не забудетесь, я даже уже картинки поставляю. Ну, в любом случае, оставлю вам ссылочку на зон. Проходите, смотрите. Потому что вы просите также рассказывать, какие вещи я приобретаю, что. Поэтому делюсь с вами находками. Мне шапки очень понравились. И, в принципе, цветовая гамма мы выбирали. Так же, как сказала мама, сестренка, я, дочь. В общем, у нас такая закупка шапок получилась. Ну, и цены, конечно, более чем приятные. Даже в тех же торговых центрах, если вы пойдете и начнете смотреть цены на шапки, то они будут раза в 3-4 дороже, чем на зон. Поэтому обратите внимание. В общем, ссылочку вам обязательно оставлю. Итак, мои хорошие. Так как я сказала, что шапочки мы будем носить вместе с мамой, с дочерью. И я имею в виду, что будем смотреть, кому какие подойдут. И я решила с вами немного тут устроить пример. Кроме того, что я вставляю фотографии, там в предыдущем кадре вы уже видели, я решила так еще на себя примерить, показать вам более подробно. И чтобы вы мне помогли выбрать, какие шапки, какая цветовая палитра мне подходит больше, будет интересно. Потому что понятно, что чаще всего, когда зрители пишут комментарии, там, тебе это идет, тебе это не идет. Блогеры как-то чаще всего понятно воспринимают в штыки, можно сказать так. А здесь мне, наоборот, интересно будет ваше мнение. Во-первых, мне вот очень нравится вот этот цвет шапки. Мне кажется, что мне она подойдет. Давайте примерим ее. Прям вот когда я только ее получила, я сразу поняла, что это прям вот мой цвет, мне нравится. Смотрите. Мне кажется, прям классно смотрится, согласитесь? Прям вот цвет, он такой сложный. Он вроде коричневый, но с таким вот каким-то холодным подтоном. Такой приятный, бежевый. Мне кажется, что мне такая шапочка идет. Как, пишите ваше мнение. Мне кажется, цветовая палитра прям вот моя. Потому что есть тут шапки, которые я понимаю, что не совсем моя палитра. Это либо для дочери. В общем, я буду такая лохматая. Не обращайте внимания. Также, что касается вот этих вот шапочек. А вот эту я хочу примерить. Посмотрю, как еще по размеру. Потому что мне кажется, что она, в принципе, тоже. Цвет красивый. Он чем-то похож с этим цветом, с предыдущим, да? Прямо одного цветового палитра. Но мне кажется, что вот эта мне больше идет. Она чуть побольше размера. Потому что голова у меня, кстати, не маленькая. У дочери тоже голова у меня не маленькая. Поэтому у сестренки с мамой у них голова поменьше. Так, мы будем сегодня такие лохматые. Не обращайте внимания. Так, следующая шапочка вот такая. Она уже прям тоненькая. Знаете, ее прям сейчас хорошо будет вот сейчас. На осень, на весну. Она такая прям супер тоненькая. Поэтому да. Вот можно прям вот в начале осени уже надевать ее весной. Прям классно. Такая тонкая шапка. Так, что у нас еще из такого вот бежевого оттенка? Так, вот эта шапка мне тоже нравится. Вы пишите, как вам. Нравится вам, как на мне смотрится или нет. А следующие у меня две вот таких вот шапки, как я вам показала. Ну, черную, сказал уже муж, он мне отберет. Поэтому я буду мерить коричневую. На нем, кстати, она так классно, стильно выглядит. С пуховиком будет прям супер. Так. Мне кажется, кстати, коричневая мне-то и получше, да? Черная, наверное, будет как-то, не знаю, вот так вот я примерю. Черная, мне кажется, коричневая мне даже получше. Такая, как вам? Прикольно. Мне так нравится, что вот это вот как такой эффект немного такой рванины. Выглядит прикольно. Вот это, кстати, ничего выглядит. Ну, черную, наверное, мерить я не буду, потому что в любом случае мне она не полагается. У меня ее забирают. Также, кстати, белую, наверное, я сейчас мерить, не знаю, мерить, не мерить. Потому что я в любом случае, думаю, дочи ее отдам, потому что ей прям хорошо белая. Вот. А мне как-то, мне кажется... Ну, хорошо, нехорошо, напишите. Плюс я боюсь еще тональную основу сейчас ее запачкать. Я, наверное, серую примерю, вот, точно. Сегодня я прям шапошник. Вот, мне кажется, серая, наверное, мне получше. Как скажете. Мне кажется, прям хорошо. Такая она приятная, на ощупь прям материал такой классный. Так, что касается красных шапок, мне вот интересно, пойдут мне красные шапки вообще или нет. Вот это мне прям интересненько. Слушайте, а в принципе-то ничего, да? Как вам? Мне кажется, хорошо. Губки, если прям поярче сделать такими красненькими, под какую-то, допустим, темную куртку кожаную, или вот у меня есть, допустим, капа куртка моя черная. Мне кажется, будет прикольно. Как вы скажете. Ну, конечно, красные губы, наверное, перебор будет с красной шапкой. Это, конечно, я преувеличила. Но, тем не менее, вот это прям такая тоненькая шапочка. И прям красная шапочка в этой шапочке. Тоже скажете. Хотя, в принципе, знаете, по цветотипу, мне кажется, в принципе-то неплохо. Да, мне красный цвет. Я почему-то думала, что вообще мне красный цвет никак не подойдет. Так, следующая шапка красная. Слушайте, тоже красиво, да? Очень даже неплохо. Как говорится, под лицу все к лицу. Мне нравится, как выглядит. Так, что еще у нас? Ну, фиолетовая, розовая я на себя, наверное, примерять не буду. Может быть, там для фотографий. Потому что они, мне кажется, будут мне чуть-чуть маловаты. Они прям хорошо будут дочи. По оттенку в любом случае я мерить их не буду. Это дочи. Тоже сделаю фото, потом покажу, как на ней смотрится. Голубеньками, кстати, интересно, как мне будет. Потому что у меня никогда не было голубых шапок. Мне кажется, как будто бы это не совсем мое. Вам так не кажется? Как будто бы под голубую шапку хочется голубые глазки. А у меня глаза зеленые. Не знаю, вот скажите, как вам. Нравится или не нравится? Хотя она так освежает прям. Но как будто бы немного не моего цветотипа. Вот мне кажется, серая, наверное, будет получше. Так. Мне кажется, серая мне как-то получше. Нет? Как скажете? Мне кажется, серая как-то смотрится посимпатичнее на мне. Так, далее. Вот эта шапка, я не знаю. Мне кажется, это не совсем мой фасон. Такая вот удлиненная. И как Чиполина. Кстати, напишите, как вам. Я, кстати, никогда такие шапки не покупала. Это для меня такое новое что-то. В общем, как-то вот так это выглядит. Мне кажется, это как-то более она молодежная, что ли. Как будто бы я чуть-чуть переросла. И, кстати, знаете, пошла, в принципе, в магазин недавняя. Думаю, что-нибудь интересно посмотреть из вещей. Поняла, что либо я старая, либо мода какая-то странная. Не знаю, все такое слишком молодежное, что я прям ощутила себя какой-то старухой. Голубая, кстати, тоже такая маленькая. Мне кажется, дочь она будет лучше. Так, далее. Вот эту шапочку я, в принципе, ее брала для себя. Такая вот шапка. Она идет уже с шерстью. Так, я надеюсь, не задеваю микрофон. Вот такая вот. Я прям как снегурочка, мне кажется, в этой шапке. А розовую такую я доча взяла. Хотя у меня розовая тоже хорошо. Розовая фиолетовая такая. Но она доча больше. Так, и две у меня шапочки тоже остались утеплены. Мне очень понравился вот этот вот шоколадный оттенок. Прям классная такая. Но мне кажется, она мне идет. Потому что мне, в принципе, идут такие вот бежевые шоколадные оттенки. А серая, наверное, это уже будет доча. Вот так вот покажу. Вот. Поэтому пишите, как вам. В общем, примерили с вами шапки. Пишите, кстати, вы уже готовитесь к осени, утепляетесь. Нет, будет это очень интересно. Вот. А мы с вами продолжаем влог. Жду от вас комментариев, какая шапка мне подходит больше. Очень мне это будет и интересно. Также, кстати, вот из одежды, думаю, у меня, в принципе, зимняя куртка есть. Я себе взяла еще спортивную такую. У меня есть и пальто, и шуба. Ну, в общем, разные виды верхней одежды. Вот думаю, себе такое, какие-то еще спортивные кроссовки такие зимние взять. Хочется мне что-то под такую спортивную куртку капа. В общем, пока думаю. Я даже, знаете, дошла до того, что настолько я любитель обуви и всего, что я просто не могла вот недавно вспомнить, какие у меня есть зимние сапоги. Думаю, наверное, у меня нет того. Потом думаю, нет, у меня это есть. И вот так вот действительно перебирала все. Это как незнакомая тоже рассказывала. Она говорит, получилось так, что как-то, говорит, я чуть не купила себе обувь. И потом уже в какой-то момент я, говорит, поняла, осознала, что у меня дома есть такая же точно обувь. Вот это наши женские такие моменты, что мы можем покупать второй раз то же самое, когда у нас слишком много чего-то. Как с парфюмом, знаете. Вы, благо, мы еще не покупаем одни и те же флаконы по два раза. Но, тем не менее, часто ароматы встречаются в похожем направлении. В общем, продолжаем с вами влог. Впереди много всего интересного. Я такая лохматая перед вами, ну, как есть. В общем, жду от вас впечатлений. Какая шапка мне идет больше, в каком оттенке, в какой модели. Еще, кстати, из разряда полезностей и рекомендаций. Очень рекомендую вам вот такой сухой шампунь. Самый классный шампунь за последнее время, который я пробовала. Разный у меня есть. И от TG, и всякие-всякие разные. Но вот этот пока у меня на первом месте. Классно справляется со своей задачей, придает объем. Справляется с несвежестью волос, если вам нужно прям быстро куда-то ехать. И не успеваете помыть голову. И классная цена, придается в Ривгош. Поэтому обратите внимание, часто, кстати, на бренд бывают скидки. У нас полноразмерный объем большой. Сколько здесь? Наверное, 200 с чем-то миллилитров. Не вижу я нигде. В общем, это большой объем. Есть еще миниатюрочка. Поэтому обратите внимание, кому актуальна. Еще, кстати, наслышалась отзывы про вот такую вот пилку. Она, по-моему, идет стеклянная. Для пяточек. И заказала. Вообще, очень бюджетно она стоит. Она здесь приходит в хаотичном оттенке. У меня серебристый оттенок. Да, по-моему, серебристый. В общем, буду пробовать. Кто пробовал, пишите уже. Я пока еще не знакома с продуктом. Только получила. Но там супер-супер бюджетная цена. Но, кстати, отзывы прям очень классные. Поэтому, в общем, попробую. Потом в следующих влогах уже поделюсь с вами отзывами. Таким вот образом сама пилка выглядит. Тут она прям такая зеркальная. И сама пилка, она, не знаю, может быть, она и стеклянная. Но такое прям шершавое покрытие. В общем, буду пробовать. Потом поделюсь отзывами. Кто уже знаком с таким продуктом, пишите, как вам. Итак, продолжаем с вами влог. Мы тут немного приболелись с дочерью. Прям к первому сентября. Конечно, влог я опубликую этот уже чуть позже. Но снимаю, как я вам говорила, в течение нескольких недель. Хотела вам показать немного наших покупок. Первое, что я очень хотела бы порекомендовать. Не помню, в телеграм-канале я уже делилась этим или нет. Это вот такие пудинги. Село Зеленое. Если у вас в городе есть этот бренд, то обратите внимание на пудинг. Также у них есть шоколадный, карамельный. Но нам больше нравится ванильный. Это самый вкусный ванильный пудинг, который я ела. Раньше мне нравились чудо, но сейчас они прям испортились. Вообще не то. Вот эти просто обалденные. Они маленькие. Да, они стоят дороже. Это у меня заказ. Сейчас курьер привез с Перекрестка. В Перекрестке они продаются. В Перекрестке. Также, по-моему, в Ленте они еще представлены. Именно пудинги. По крайней мере, у нас в Самаре так. Стоят они около 60 рублей. 55-65 где-то так. Да, дороговато. Здесь вообще небольшой объем. 120 грамм. Но классные. Очень вкусные. Также любимый пудинг дочи. Вот такой вот она любит. Десерт. Белый шоколад с клубникой. Грант. Прям очень ей нравится. Так, сметана здесь в вкусноте. Его мне захотелось вот такой вот пакости. Да, это вредно. Я знаю, но очень захотелось. И если я ем чипсы, то только классический с солью. Мне не нравятся какие-то добавки. Там бекон и всякое-всякое там такое разное. Краб. Мне нравятся просто обычные. Потому что, как по мне, так это... Да, это не полезно. Это вредно. Но хотя бы чуть меньше химии. Без всяких вот этих вот ароматизаторов. Также здесь у меня керешки. Вот такие вот. Точнее, багет. Это я взяла для сват. Цезарь буду делать. Так, здесь еще по хлебу. Хлеб мне нравится. Вот такой вот багет. Если берем хлеб какой-то, то вот этот мне нравится. И дочь попросила вот такой вот с чесноком. Она раньше вообще как-то так скептически относилась. Сейчас прям распробовала. Так, молоко здесь, помидорчики. Ну и вот, лимоны. Будем лечиться. И тут также еще два апельсинчика. Такой вот небольшой заказик. Но, в общем-то, хотела показать в первую очередь из-за пудинка. Обалденный. Очень-очень рекомендую. Итак, я приехала в Литуальн забрать свой заказ. Да, кэшбэк не заканчивается. В общем, приобрела два классных аромата от The Gate. Расскажу вам уже в следующем влоге какие ароматы. И также здесь потестировала новиночку от Rocha. Это приятный такой аромат на тему. Малинки, груши. Ну, в принципе, такой приятный собирательный люкс. Еще, кстати, интересно ваше мнение по поводу вот этого бренда. Практически все, да, по-моему, почти все, да, все тестеры пустые. Но было интересно бы познакомиться с этим брендом. Поэтому делитесь, пожалуйста, отзывами. И на этом я буду уже заканчивать данный влог. Огромное спасибо, что посмотрели. Надеюсь, он был интересен. И, как вы поняли по заставке, поздравляю всех с началом учебного года. Ну и, конечно же, с началом осени. И всех вас очень люблю. Встретимся с вами совсем-совсем скоро. И пока-пока.